Всем ребят привет! Сегодня вы снова на проекте Разглачение И сегодня снова будем рассматривать Камрада и его фуфлыжные копы Сегодня снова будем смотреть Подброшенный клад В данном случае будем разбирать Канал поиска утраченного Здесь у него очень зачетные такие видео Которые новичков просто в шок ведут Тем что кладерискательство это такое Как не коп Так находки Сенсационные Клады И в данном случае будет полное подтверждение Тому что практически каждый выход Товарищ Хозяин этого канала Постоянно находит клады Как не выход Так клад Медь, серебро и все прочее Так что сейчас по традиции мы заглянем к нему в гости на канал Немного посмотрим Как у него развивается всеобщий Но, ребята, скажу В карман я не заглядываю То есть мне не интересно Сколько он зарабатывает Но для информации я вам покажу кое-что Так что смотрим данный видеоролик Думаю, будет интересно И факт разоблачения будет на лицо Смотрим Итак, ребята, зашли мы к нему в гости Именно на YouTube канал Поиск утраченного У него имеется достаточно приличное количество подписчиков Видео у него довольно-таки интересно оформлено Тем, что имеется какой-то стиль Ну и видите Практически на каждой афише У нас имеются царские серебряные монеты Но нас интересует вот что Нас интересуют именно непосредственно клады Потому что клады очень сильно заманивают зрителей Тем, что пишут громкие названия Вот, например, в данном случае Вот клад 15, ой, полтора килограмма серебра Интересно Человек, конечно, зайдет и посмотрит Это у нас клад уже 17 килограмм Медных Я видел, многие там очень интересные комментарии пишут И довольно-таки, знаете, со мной солидарны То, что это подброшенный клад Но полностью не будем здесь зацикливаться А продолжим знакомство с его каналом Сейчас мы посмотрим именно Вот в такой интересной программке Здесь подписано Все-все-все прописано Его даже заработок, рейтинг И, в принципе, все у него здесь неплохо Все в зеленом цвете Подписчики у него довольно-таки приятно прибавляются В день в среднем 10-15 подписчиков По рассмотре тоже достаточно приятно И в среднем у него заработок Ну, доллар в день Доллар в день По шкале подписок, как вы видите В начале у нас показано 16-й год Ровненько и все аккуратненько Потом всплеск произошел Вот, возможно, вот эти как раз видео, где он поднимает клады И все прочее Но люди, они все-таки не дураки Понимают И после этого у нас происходит спад просмотров И всего прочего Ну и, естественно, с подписчиками тоже такая же история А всплески небольшие Потом, когда, как вы видите Выкинул он свое видео И произошло очередное восхождение по шкале И снова упадок Когда люди поняли, что им морочат голову Ну, а сейчас Сейчас возвращаюсь я на его канал Затрону именно тему клада Медного клада Что нам интересно, это клад 17 килограмм медных николаевских монет И сейчас вместе с вами мы будем рассматривать Фуфлыжный клад или нет Многие говорят Сань, давай рассмотрим именно этот видеоролик Потому что там есть нюансы То, что монеты довольно-таки чистые И эмоции у кладоискателя подозрительные В общем, сейчас все подробно, по порядку Будем рассматривать поэтапно Будем видео смотреть Останавливать видео на паузу И с вами будем обсуждать тот или иной факт Который именно вызывает подозрения в данном видео То есть поднятый клад Именно вот в такой земле Ну все, смотрим Я уже на месте копа Это небольшая деревня Ну все, ребята, продолжаем смотреть И посмотрим На его находке, я думаю, будут Ну что, начинаю коп Наткнулся на странный сигнал Вот в этой жиже На ощупь он как кирпич Он начал копать И на свет стали появляться Вот такие вот зелененькие кругляшки Обратите внимание Говорит зелененькие кругляшки Но на данном стоп-кадре Я не вижу никакой зелени Буду сейчас все это дело копать Все замазано Как он увидел, что это зеленые кругляшки Видно просто по своему опыту Что медь имеет свойство окисляться И появляется именно зеленая эрозия Видно только из этого соображения он сказал Смотрим дальше Здесь он только что сказал Что будет все обкапывать То есть нормальный клейдерискатор Когда находит клад Он все обкапывает вокруг практически на метр Чтобы не повредить монеты Ну а сейчас мы увидим То, что у него противоречие Сказал будет обкапывать Но на самом деле не обкапывал Он именно взял на штык лопаты Размер ямки И фигарит лопатой Не боясь, что может повредить монету Интересный факт Просто выкопал ямку Залил туда водички Я не знаю чем Присыпал грязью И смотрите Аккуратненько все вытаскивает из этой грязи Именно так, из этого месира То есть он края ямки не подрезает Уверенно копает именно центр ямы Причем не расширяя яму В объеме, как он сказал Будет расширяться Но расширения никакого нет Говорит, что горшок сам сломал Если бы горшок сломал бы Он бы показал обломки Но обломков нет Видите, сверху подковыривает все То, что забросил И включает он камеру Именно, знаете, непосредственно Тогда уже, когда закинул ямку Потому что Если поставил на штатив Ты и будешь копать Если знаешь, что там настоящий класс А это он, видите, эпизодами То есть включил камеру Вытащил все Выключил Снова забросил монетки И снова вытаскивает Смотрите, верховые все Все в одной маленькой ямке Расширения никакого нет Вот сколько можно ковырять эту ямку Я думаю, невозможно так Настоящие кладоискатели Меня поймут, о чем я говорю А новички, надеюсь, мое сказанное Вам будет на пользу урокам Что вот такое вот кладоискательство Это нереально Такого практически никогда не бывает Повторюсь, что этот кладоискатель Практически каждый коп Вытаскивает клады Или же такие, знаете, золотые и серебряные монеты Но поверьте мне, новички Такого не бывает В крайнем случае Раз в жизни ты поднимешь там что-то именно целое Вот именно, например, такую кладу В районе что-то не вижу В креселом кладу, как измена Самое главное, не боится лопатой Ударить с лопатой Потому что лопатой чиркает, как собирает картошку И вот так вот практически весь видеокоп Он будет вытаскивать именно из-за такой маленькой ямки Большое количество монет Я прокручу на более интересные эпизоды Так что буду делать именно те факты интересные Которые, думаю, вас заинтересуют Большую часть клада я поднял Большую часть клада он поднял Теперь он будет все это собирать А почему большую часть клада? Почему он дальше не продолжает копать? Но это об этом немножко чуть попозже Что-то не вижу Скорее Итак, ребята, а здесь он монетки уже приводит в чистое состояние И сейчас я на кое-каких моментах оставлю стоп-кадр И вы сами увидите, что монеты не имеют практически никакой эрозии Непонятно, что за хлад такой, где нету зелени Как вы видите, копает он во влажной среде И здесь всегда, всегда медь имеет свойство окисляться Но смотрите, оставлю на паузу Он собирал вот такой вот пакетик довольно увесистый По составу в основном В основном поздняя империя попадается Пауза Сам клад, получается, будет закопан Клад закопанный Примерно на уровне огорода Эмоций вообще у человека нет никаких Вы знаете, если вы поднимите клад, как я, например, некоторые клады подымал Эмоции просто зашкаливали Ну, конечно, не орал, не въезжал, как там резный Но все равно, в данном случае, такое ощущение, как будто он эти клады подымает каждый день Эмоций у человека нет вообще никаких Даже не знаю, что это делать Домой идти рано Домой уже собрался Наверное, хорошенечко все нет Видите, хорошенечко здесь все вокруг обойдет Почему он дальше не стал разрабатывать свой клад? Потому что он сам сказал, что здесь еще есть То есть половину он добрал, половину оставил в ямке И сейчас, вот смотрите, пошел обходить окрестности Я бы, например, знал, что там клад Я бы все там даже перешурфил А он отправился собирать другие находки Смотрите, сейчас будет собирать советики какие-то выкопанные И все прочее Хотя сам знает и говорил, что клад он весь не добрал А там он еще есть Но это чуть позже Так, серебрушечку поднял Но здесь претензий никаких нет Серебрушка действительно похожа на находку настоящую То есть и патина хорошая В принципе, претензий к данной находке нет Меня интересует именно тот самый факт Что он бросил клад и пошел искать другие потеряшки Обычные потеряшки, советики Неплохо Продолжим дальше Неплохой сигнал Вот показалась монетка Сложно понять, что это Но сейчас помою Себро 15 копеек вот вижу До этого серебрушечка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ага... Советская монета Как вы думаете... Ответьте мне на вопрос Если вы откопали клад И знаете, что там продолжает проходить сигнал под катушкой Вы бы ушли бы с этого места И пошли бы копать советские монеты Вам вопрос Пошли бы или нет Я, честно говоря, нет Я бы весь день бы шурфил ту яму Где нашел бы клад Казалось, медаль За доблестный труд Медаль Медаль Куда же рассматривать и не буду Копнул сигнал И вот уже вижу, что это монета Вот она Ладно, промотаю вперед Что за монета? Ну а сейчас, ребята, рассмотрим итог на хозах Смотрите Серебро Одна чистая серебрушка Абсолютно чистая Царская Пятнашка, к сожалению, не обогнавая Смотрите Следующая пятнашка Убитая Я имею в виду Рост совсем другой Видите, некоторые монеты имеют зеленый налет То есть это честные выкопанные находки Шмурдиак показывает Так, для отвода глаз Ну и самое такое, знаете, эпичное Это вот этот клад Вы только посмотрите, какой сохран у монет Монеты я посмотрел В неплохом сохране в целом все Видите, какой сохран? Неплох Шикарный Эрозии нет Вот, слышите? Довольно много монет осталось на дне вот этой ямки Сейчас, конечно, не представляется возможным их оттуда достать Но я обязательно их доберу Оставил на пазу и хочу сказать Вот видите, сам он говорит, вот в этой ямке на дне Имеется продолжение клада и нет возможности выкопать Почему нет? Непонятно Он даже ямку, смотрите, не расширил Я, честно говоря, если бы копал бы эту ямку Я бы все в округе метр на метр зашурфился Вода, ну и что вода? Он ковырялся в этой воде Даже не могу представить, почему он бросил эту ямку Не расширил ее И пошел искать очередные находки Потеряшки Советики различного рода Всякий шмурдяк Но клад он почему-то бросил и больше не копал Вас это немножко должно смутить Как вы думаете? Как вы считаете? И это, по-моему, факт налицо Если клад, ты должен его расковырять И если это клад, какие-то эмоции у человека должны быть Но здесь эмоций абсолютно отсутствуют Такое ощущение, как будто копал какой-то робот бесчувственный И никаких у него эмоций нет Ну, давайте досмотрим до конца Что он дальше там говорит И в итоге мы посмотрим именно клад, который он якобы потом почистил Очистил он в мыле Вот, ну, все сами увидите Смотрим А я буду закругляться Идти мне еще не близко до дома Всем удачи Всем удачи Всем побольше таких кладов Но настоящих И сейчас посмотрим именно уже монеты, которые он почистил Леский клад из мыла И сегодня, как я и обещал, делаю небольшое бюро Смотрите, какой шикарный сохран Практически вся забылась подготовка Начиная от реформы 867 года Сохран просто сногсшибательный Смотрите Я не знаю, где он эти монеты взял Многие говорят, что он, возможно, купил их на ebay Или еще где-то Может быть, он в свое время когда-то клад поднял Или же он копает эти монеты уже давно И просто все решил совместить в одном копе Но, честно говоря Если был бы настоящий клад Эмоции у человека были бы другие Монетки просто, смотрите Шикарные Просто достал из мыла Патина на них А у всех одинаковая Но, повторюсь Он ни разу не сказал, что он какую-то монету повредил Да, в принципе, на видео видно, что ни одной поврежденной монеты нет Когда копатель находит сигнал под катушкой Он умудряется даже одну монету Но лопатой трахнут так, что от нее даже иногда отлетает патина И рубец остается Но в данном случае здесь 17 килограмм медных монет И ни одного его изречения не было, что он какую-то монету повредил Сами видели Лопату он втыкал от души И втыкал именно туда, куда нужно Ни одной монеты поврежденной нет Но, повторюсь Одну монету можно ударить А тут вообще ничего нет Ну, в принципе, весь видео Остальное он будет просто рассматривать Показывать, демонстрировать свои монетки Рассказывать о годе И все прочее Я думаю, здесь ничего интересного больше нет Так что, ребята Хочу вас попросить И отписаться в комментариях Как вы думаете и считаете Настоящий этот клад или нет И еще раз прошу Не пишите в комментариях Такие, знаете, комменты Где неприятно просто слушать Потому что некоторые видеоролики смотрят и дети А вы материтесь, как сапожники И довольно-таки неприятная тема Если я буду в следующий раз Видеть такие комментарии Я просто их буду удалять Знаете Ну, просто неохота Слышать Такое противное отношение К людям Да и к самому себе Где вы пишете гадости Если пишете гадости То Изрекайте свою речь Именно культурно Написали Я прочитал Вам ответил В предыдущих видео Я общался по поводу Димы Мусыхина Вот Там очень много было говна в эфире Просто говна Некоторые пишут Что я удаляю там Какие-то комментарии Нет, ребята Комментарии я не удаляю Если бы хотел удалить комментарии Я просто забанил того или иного Комментатора И он больше у меня бы не появлялся Но Извините меня Все у меня по-честному Показываю И читаю всех И все Оставляю комментарии Но иногда Бывают и гадости В моем эфире Так что Еще раз повторю Где у нас будет Не цензура Я буду эти Комментарии просто удалять Ну, на этом, ребята Я и буду заканчивать Ставьте пальчики кверху Кому угодно Вниз Мне без разницы Просто по ним Я буду видеть Что вы поддержите Мой канал И в целом Проект разоблачения Будут много Камрадов разоблачены Много будет Видео Показано Где Именно Блогеры Развивают Свой канал Именно Не таким Нечестным путем В карман Я никому Не залазю Денег Мне хватает Так что Не надо Говорить Что у меня Жаба давит И все Прочее Нет, ребята Это видео Непосредственно Для тех Кто Начинает Только свою Деятельность Кладоискателя Увидев Такие вот Видео Как в данном случае Камрад Показывает Свой клад Многие Бросаются С головой Тратят Последние Деньги На металлоискатель И все Прочее Чтобы Откопать И оправдать Тем самым Свои затраты Нет, ребята Иногда Камрады Выходят И находят Всего-навсего Одну Две Три Монетки И то Советские А тут Подымают Целыми Килограммами Серебро Медя Золото Подымают Ну Извините Честно скажу Это Просто-напросто Нереально Такие вот Вещи Подымать Там Каждый Практически Видеокод И новичкам Не судите Людей Именно По таким Видео Не все Подымают Клады Не всем Удаляет Удается Поднять И не всем Улыбается Удача Так что Не бросайтесь Суммотом Именно В это Хобби Это Просто Хобби На нем Отдыхают Люди Копают Очень Увлекательно На этом Практически Заработать Невозможно Монетки Стоят 100-200 Рублей И нужно Представляете Сколько Найти Этих Монеток Чтобы Разбогатеть Так что Ребята Вам Урок Надеюсь Видео Вам Все Пока Пишите И удачи Да Кстати Присылайте Видео Ссылочки Тех Камрадов Где Вы Действительно Их Увлечили Непосредственно В фуфле Где Были Подброшены Монеты Клады И все Прочее Ну и все На этом Пока Удачи И Настоящих Кладов Под катушку Продолжение следует...